Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну и, как всегда, у нас интересные такие гости, не связанные ни с политикой, ни с какими-то сложными, да, скорее вот с миром добра. И вот накануне Рождества, конечно, хочется вот говорить именно о таких людях, которые делают добрые дела. Да, Гатис Иванов у нас в студии. Здравствуйте, Гатис. Доброе утро. Человек, который своими руками чинит старую технику, компьютерную технику, смартфоны, там, я не знаю, сейчас, может быть, расскажет еще какие вещи, и отдает их нуждающимся людям, которых, ну, нет, может быть, средств приобрести эти вещи не только даже в магазинах, но и, может быть, на каких-то, не знаю, даже блошиных рынках, то есть людям, которым эта техника может действительно помочь в жизни что-то изменить. Вот каким образом, как это все началось, может быть, с чего, почему вы, наверное, стали этим заниматься? Ну, это спонтанно получалось, получилось, я, у меня был очень старый телефон, разбитый экран у него был, я старался его продать, но за такие смешные деньги предлагали, что я думал, что зачем мне его продавать, я лучше тогда уже бесплатно отдам. И как раз написал один инвалид, который сидел в инвалидном кресле, и он спрашивал, за сколько я продаю, я сразу сказал, что я уже не продаю, я могу бесплатно отдать. И я даже вот так и начался, я отправил, даже за свои деньги заплатил за почту, что я ему отправил этот телефон, потому что... И так понравилось вот это ощущение, да, доброго дела, что решили продолжить? Я даже не заметил, знаете, если что-то у вас в жизни такое большое случается, вы даже не понимаете, как на это идете, да? Получается, кто-то правит вами, да? Я даже сам не заметил, как я уже взял в интернете, увидел объявление, что отдают бесплатно какую-то технику старую, там, компьютерную. И я быстро ее, ну, оранитевался и забрал ее, и отремонтировал, и думал, что с ней делать. И тогда случилось так, что написал первый пост в Фейсбуке, и что отдаю бесплатно, но не всем, кому, кто первый приедет, а кто не может себе позволить. И, да, так случилось мое второе дело, что помог еще одному человеку, и потом как-то даже не могу объяснить, если честно, не могу объяснить, как это дальше происходит. Происходит, да. Да, ну, сейчас уже два года все свое время, я в свободное время все ремонтирую технику и стараюсь найти правильных людей, кому их дарить. Как с вами, ну, то есть, каким образом вы получаете эту технику, как с вами связаться, как найти, может быть, сейчас наслэшат люди, у которых, ну, лежит действительно не без дела какая-то. Ну, да, чтобы не выбрасывать, а передать и тоже как-то помочь людям. Я через Фейсбук, у меня есть группа, и там, в принципе, я собрал людей, которых вообще без, как сказать, у которых такое мнение, как у меня, которые хотят помогать. И там, конечно, есть люди, которые нуждаются в помощи. Да, я организовал такую группу, как обе стороны вместе в одном месте. Чтобы могли найти друг друга и те, кому это нужно, и те, кто хочет помочь. И технику, которую надо ремонтировать, мне предлагают, если можете принять, я принимаю, очищу с информацией все, которое не нужно, и переинсталлирую, там, телефоны, планшеты, компьютеры. За два года можно оценить, сколько, несколько десятков, сотен вот этих вот устройств прошло через вас? Да, 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 я думаю, что больше 100 компьютеров. Слушайте, ну, невозможно не задать вопрос, а бывали ли случаи, когда кто-то пытался хитрить и просто на халяву получить? Ну, конечно, каждый второй день так получается поначалу было. Фу, ну это ужасно, на самом деле, такое поведение. Ну, такие латыши люди есть. Ну, ребята, эти вещи, они рассчитаны и предусмотрены тем, кто действительно не может себе позволить силу жизненных обстоятельств. Вот пытаться обмануть, ну, это гадко, на самом деле. Так на каждом углу у вас пытаются обмануть. Вы идете, вы хотите что-то купить, у вас все равно как-то получается так, что вы платите больше, чем реально надо. Но с другой стороны, ведь есть, если говорить о хороших людях, те люди, которые привозят вам, отдают эту технику, то есть вот этих людей тоже ведь, наверное, много? Поначалу было, как только появился, потому что я был один из первых, кто собирает технику, ремонтирует и отдает бесплатно, тогда было очень много, да, я не успевал даже ремонтировать, мне было больше и больше техника дома, я уже не знал, что с ней делать. И поэтому сейчас, на данный момент, я стараюсь держать такой баланс, потому что я брал очень много техники, которые даже если ее отремонтировать, ее бессмысленно использовать дальше, потому что она устарела. Такую технику я уже стараюсь больше не брать. Я стараюсь только такую, которую можно более-менее сейчас использовать для школных нужд, потому что сейчас очень... Какие-то, это планшеты, компьютеры, лаптопы. Да, 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 да. Откуда у вас эти знания, то есть вот как вы научились обращаться? Это все... Все всегда можно научиться, если очень хочется, знаете, я не учился, я сам по профессии сантехник, да, это совсем другая профессия. Ну, опять-таки, человек, который знает, может, ну, именно работает руками, то есть который знает, как, что, с чем соединяется, какие... Да, да, да. У меня всегда было, мне очень легко по жизни такие работы происходили, потому что, я не знаю, у меня как-то есть чувство, которое я возьму технику в руки, мне, в принципе, половину на половину, я половину вижу глазами, половину чувствую, да, но это, как включаешь, это очень трудно объяснить, но это... Интуицию никто не отменял, это и есть. Вы чувствуете технику, это классно. Но ведь есть еще одна сторона, я понимаю, что это не только ваш труд, ваше время, которое вы тратите, но вот мы все время говорим о том, что это могут быть какие-то запасные, ну, необходимые детали на замену, это какие-то расходные материалы, которые тоже, то есть, получается, вы вкладываете, ну, какие-то свои средства в то, чтобы... Я вкладываю свои средства, я, может быть, расскажу одну такую коротенькую историю, почему я вкладываю свои средства, потому что я раньше жил в Англии и уехал оттуда и остался должен, да, и я сейчас себе в такую, как сказать, в голове вообразил, что буду работать тут бесплатно, но буду отдавать там долг, понимаете? Так что я отрабатываю тут, что остался должен в Англии. Как интересно, обычно наоборот... Да. ...обужают, чтобы там заработать и помочь кому-то здесь. От души желаем расплатиться с долгом как можно скорее. Вы упомянули, что некоторые предметы вот этой техники, они морально и физически устарели. Не задумывались ли вы о каком-нибудь частном маленьком музее техники? Нет, я не задумывался. У меня, когда скопилась техника, я ее отдал на переработку. Есть такой гад из Вецвагарс, он занимается по Риге, ездит, собирает всю старую технику людей, бесплатно увозит, ну, стиральные машины, там, холодильники и разбирает. И он очень много мне помогал людям, которым нуждается большая техника, холодильники, стиральные машины. Я ему звоню, он говорит, я ему спрашиваю, есть у вас что-то? Он говорит, да, есть. И он сам отвозит людям эту большую технику, которая... А, то есть, если что, к вам можно обратиться, а через вас вот к этому Гатесу за какими-то деталями, может быть, даже? Он очень хороший человек, он может помочь. То есть, может быть, те, кто хотел бы, наоборот, избавиться от старой техники... Пишите мне, я дам... И не захламлять там, что-то не выбрасывать из окна. Так это бывает и сложно, многие не хотят выбрасывать там просто на мусор, и это и запрещено. То есть, это нужно вызывать специальные службы, которым нужно заплатить, то есть, по вывозу мусора. А здесь получается, что... Да, какой-нибудь там холодильник, слушай, тяжелый и большой, как тать в ночи спокойно и не дотащишь в веночку. Да, да. А еще вот я просто думаю о том, что ведь это очень полезное то, что вы делаете, полезное дело с точки зрения... Вот мы все время... Будет программа как раз «Климат-контроль». Мы все время... Вот сразу после нашего разговора мы все время говорим о том, что Евросоюз как раз говорит о том, что нельзя выбрасывать старую технику. То есть, переработка и ее вторая жизнь, ну, это как раз поможет планете меньше захламлять ее. И как раз-таки, ну, вот то, что вы делаете, это очень-очень важное дело в плане, ну, такого зеленого, можно сказать, движения. Не пробовали ли вы, ну, не знаю, какую-то получить поддержку? Потому что ведь мне кажется, что это то, что вы делаете, это действительно очень, ну, такое полезное дело. Да, я понимаю ваш вопрос. Видите, у меня такое мнение, что я не хочу тоже идти слишком далеко. Я хочу остаться там, где я есть, между простым человеком и между организацией. Понимаете? Потому что организация, это уже начинаются всякие бумаги, это какие-то ограждения, что вы не можете что-то делать так или не так. Понимаете? Я стараюсь, и очень много людей, они обращаются, им нужна помощь, они обращаются к организации. Нет, мы не можем вам помочь, потому что у вас там, вот, в этом месяце было на вашем конте засчитана там такая-такая сумма, да. Вы не можете объяснить, откуда вы. И я стараюсь помочь таким людям, которые не могут достучаться до организации. Потому и я стараюсь остаться там, где я и есть на данный момент. Всякой бюрократии. Да. Ну и, наверное, еще раз надо повторить, каким образом можно с вами связаться, передать, может быть, такую технику устаревшую. Предположу, что, например, на Фейсбуке найти Гаттс Ивановс. Ну или вот была еще группа, как вы говорите. А Лейдзи Севдавинот. И таким образом можно найти контакты и выйти, написать там через мессенджер и попросить о встрече или привезти, наоборот, вот, ну, какое-то место. Ну, я стараюсь, как я сказал, по максимуму свое время использовать. Я сам на данный момент работаю в Норвегии. И может быть так, что я не могу принять сразу эти вещи, да. Но у меня есть компаньон, который живет со мной вместе, и она принимает и помогает. И можно тоже, я могу дать контакты через другого человека, передать мне. Ну, в любом случае, после нашего эфира, как заведено по нашей доброй традиции, на портале MixNews.lv появится текстовая версия нашей беседы. Конечно же, со всеми ссылками и контактами для тех, кому будет интересно, да, во-первых, избавиться от ненужной техники, а во-вторых, таким образом еще и помочь сделать доброе дело. Да, и мы, в общем-то, очень рады тому, что есть такие инициативные люди, которые делают добрые дела. И, в общем-то, это действительно, ну, помогает, в том числе, и не захламляет нашу планету какими-то, ну, одобрусами техническими. И дух Рождества витает над городом. Спасибо большое, Гатис, за то, что наше время. Спасибо, Валерий. С наступающим и счастливого Рождества. У нас эфир продолжается, как Олег уже прононсировал, сразу после утра на Болткоме климат-контроль с Константином Рангсом.